Привет, это Настя из Гамбурга-на-Бегу, давно не виделись, и я снова принесла вам обзор самых главных новостей Германии. Быстро перечитала весь интернет, перевела с журналистского на человеческий, и сейчас покажу вам главное, чего на этой неделе игнорировать нельзя. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте это, так моя совесть будет сильнее меня душить, когда я снова буду лениться. Ну что, погнали! В Германии растут, правда, радикальные и ксенофобские настроения. Интересная, конечно, новость на фоне сообщений о рекордных цифрах приема украинских беженцев. Издание Morgan Post пишет, что наиболее заметные изменения происходят в рядах сторонников партии АФД. Ну, конечно, альтернатива для Германии. Это ультраправая партия, которая с 2017 года не просто заседает в Бундестаге, но является третьей по численности. Лидеры АФД регулярно гремят в новостях со своими националистическими, если не сказать пожестче высказываниями. Ну, типа, немцы могут гордиться подвигами немецких солдат во Вторую мировую войну. Ах! И вот у этих ребят год от года появляется все больше сторонников. Сейчас каждый четвертый опрошенный избиратель ФРГ высказывает симпатии к АФД. А среди них вот теперь сильно вырос процент радикально экстремистских настроений. Например, согласно новым опросам, о которых говорят журналисты, четверть поклонников партии считают, что если рабочих мест станет мало иностранцев, надо будет отправлять обратно на родину. Моишь вы хорошие. Абсолютное большинство, то есть 95% из них вообще уверены, что демократии уже никакой нет, а государство больше заботится о людях, приезжающих в Германию, чем о коренных ее жителях. Ну, ничему история людей не учит. Германия договорилась с Польшей и Чехией об усилении пограничного контроля. Соседи обеспокоены возросшим трафиком контрабанды и нелегальной миграцией и берутся за проблему сообща. Слова министра внутренних дел Нэнси Файзер приводит газета «Цайт». По ее словам, сейчас идет работа над организацией сотрудничества полицейских ведомств трех государств, чтобы немецкая полиция, например, могла работать на территории Чехии и Польши. До этого момента открытых проверок на границах не было, и сейчас правоохранители получат, наконец-то, больше возможностей. Министр, кстати, не исключает, что из-за резкого скачка нелегальной миграции на границах могут появиться вообще стационарные посты полиции. Ах, эти славные времена, когда, путешествуя по Европе, паспорт можно было вообще не доставать. Третья новость совершенно случайно на фоне арестованных активов российских олигархов. Там яхта Алишера Усманова стоит в лесах. Алишер Бурханович, все нормально, вон она, я за ней присматриваю. Российский газ продолжает поступать в Германию. Северный поток взорван, контракты приостановлены. Казалось, Евросоюз сделал все, чтобы не финансировать путинскую войну. Но танкеры с российским сжиженным газом продолжают регулярно заходить в порты. Издание «Тагас Шау» на днях выпустило большой материал на эту тему. Недавно в Бельгии снова видели ледоходный танкер «Амур Ривер». Официальные власти Германии настаивают, что остатки «Газпромовских» активов были национализированы. Российского газа в Германии нет, а дальше просто разводят руками. Вообще-то это ответственность бизнеса, говорят. Дескать, санкции введены, нам пообещали, ничего не знаем. При этом красивый схематоз с импортом сжиженного газа из России через Бельгию и дальнейшего перепродажи как бы ничего не нарушает. На территории Германии нарушений нет, а за Бельгию немецкие власти говорить не могут. Журналисты тем временем оценивают эти сделки в миллиарды евро. Сжиженный газ сейчас дорогое удовольствие. Тем временем Владимир Путин фоткается на новом заводе «Новотека», который производит этот самый сжиженный газ. Объемы поставок в Европу сейчас оценивают в 52% от всего российского объема. Ну что, красиво. Всемирный фонд защиты дикой природы бьет тревогу. Все больше пород рыб из Балтийского моря включают в Красную книгу. Сейчас зоозащитники просят отказаться от любой балтийской рыбы из-за угрозы популяции. Беда пришла откуда не ждали, ребята. Селедки становятся все меньше. Келька и треска заканчиваются. Промышленный вылов в ближайшее время будет сокращен. Добывают рыбу в Балтике в основном на корма для животных и для выращивания лососей на фермах. Проблемы, говорят ученые, вызваны глобальным потеплением. Опять оно, блин. Популяция селедки, например, за последние 15 лет страдает, потому что не может стабильно размножаться в плохих погодных условиях. Зимы для них слишком стали теплыми для селедок. Ну, я понятно объяснила. Волнуюсь. Надеюсь, Матьес для наших любимых фишбрюдхен вылавливают где-то в других местах. Так что следите. Никакой балтийской селедки. Главный вокзал Гамбурга наконец-то начнет становиться чуть более безопасным. С этих выходных на станции запрещено носить с собой любое оружие, включая ножи с лезвием больше 4 сантиметров. 4 сантиметра – это живот. Такой запрет уже много лет действует, например, на репербане. И, наконец-то, городские власти взялись за вторую нашу криминальную клоаку – вокзал. Издание Вельт пишет, что полицейские называют главный вокзал Гамбурга самым опасным в Германии. Спорить с этим сложно. И с недавних пор, наконец-то, начались меры по наведению порядка. Например, первые плоды уже принесла новая схема патрулирования. Это когда полицейские вместе с вокзальными секьюрити ходят четверками, и количество их присутствия и время дежурства увеличили в два раза. Кроме того, на вокзале наконец-то официально запретили жить, хотя казалось бы. Поэтому количество бездомных там заметно сократилось. Ну, не знаю, насколько заметно. Следующим шагом будет установка системы видеонаблюдения на всей территории вокзала. Для Германии с ее пунктиком о защите личных данных – это, конечно, прорыв. Еще, конечно, хотелось бы навести порядок на прилегающих территориях, на автобусном вокзале или улице Штаймдам, но это я уже, конечно, размечталась. Берлин-экспресс. Самое большое контейнерное судно в Германии прибыло в порт Гамбурга. Посудина 400 метров длиной, 61 метр в ширину, новый флагман логистического гиганта Хапа Клойд. Он прибыл в порт ко дню немецкого единства. В понедельник его торжественно окрестят, я не знаю, есть ли в русском языке эквивалент этой процедуре. Но крестную мать ему уже назначили. Ей станет жена федерального президента Штайнмайера Эльке Бюденбендер. Церемонию обещают сделать видимой для горожан прямо с набережной Эльбы, так что не прогуляйте. А сейчас, сегодня, в воскресенье, он находится в терминале Бурхардкай. Это рядом с Вантовым мостом Кольбрандбрюки. Где-то там. Главный государственный праздник в этом году принимает северная столица. День немецкого единства 2 и 3 октября отметят в центре Гамбурга. На площади Ратуши, например, расположатся представители всех министерств. Вдоль улицы Менке-Бергштрасса будут выставлены стенды федеральных земель. Еще несколько активностей обещают по всему центру. От Генземакта до набережной. Но больше всего празднику, похоже, рад федеральный министр Олаф Шольц. Уже в нескольких СМИ я читала, как он рад потусить в родном городе. Полную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке из описания. Ну, праздники и городские гуляния, это, конечно, хорошо, но я хочу вас обрадовать рыбкой покрупнее. Мой любимый комедийный движ «Квадрат Камеди» стартовал в новый театральный сезон. Мы уже отработали пару классных мероприятий и ждем вас на следующий открытый микрофон 7 октября. Это будет в субботу. Мы написали новых шуток, очень соскучились и будем ждать вас в чудесном кафе «Шарада» в Винтерхуде. Я тоже буду на сцене, шуточки пошучу и вообще поработаю в ведущий вечер, а то, чего мы с вами только на экране телевизора встречаемся. Так что жду вас 7 октября в 18.30 в кафе «Шарада». Пора начинать, пожалуй, сезон уютных осенних вечеров в компании друзей. А теперь поставьте лайк, подпишитесь на канал, киньте ссылочку родственникам, пусть офигеют, чего у нас тут с вами творится. А я пойду писать шутки и ждать нашего с вами свидания. Это была первая полоса на канале «Гамбург на бегу». Пока! Мотор? Едем! Соседи обеспокоены возросшим... Возросшим! Сейчас? Сейчас? С волосами. Жаженого. Я сегодня в костюме розового облачка. С волосами. Почему я петушка начала даять? Даять. Ха-ха! Даете петушка? Ну, не козла же. Когда лицо мерзнет, оно плохо разговаривает. Включают клетаную книгу. Мне надо фишку какую-то придумать, как у Волочковой, мне кажется. Нахуевертела? Можно упасть теперь? Каков простор! Может, надо бухать столько же, сколько Волочкова, чтобы так же гнуться? Если некрасивая, то я не буду записывать новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...